Чтобы сесть, к примеру, на троллейбус номер три, жители района Рыбка переходят железнодорожные пути в районе Сулажгорского переезда. Нелегально. Оборудованного пешеходного перехода со светофорами и помостом в этом месте нет. Но пешеходные тропы вытоптаны уже давно. Люди ходят здесь годами. Я, например, хожу в поликлинику, в третью, в больницу. Наши мои соседки, бабушки тоже. Будь с другого пути добираться. Вот как по этому нелегальному, будем так говорить, переходу, нет возможности. На днях детей, переходящих пути в этом месте, стали останавливать сотрудники полиции. Моя дочь переходила железнодорожные пути, возвращаясь в музыкальную школу вечером. И остановили сотрудники полиции, предъявив ей требования, запрещающие переход в данном месте. У ребенка началась истерика. Позвонив мне, она сказала, что мама, меня остановили, угрожали штрафом. Оборудованный переход железнодорожных путей есть через остановку. Добраться до него из микрорайона Рыбка можно по улице Беломорской. Но ходить там люди боятся. Там вовек ничего не чистится, ни одного фонаря нету. Ничего нет. И жутковато. У меня внучка будет утром к восьми часам, вот темно была зима, против говорит, Даня, проводи меня. Мне там страшно идти, поскольку здесь ходить нельзя. В Петрозаводском отделении Октябрьской железной дороги нам ответили, что улица Беломорская не входит в полосу отвода. И за ее содержание железнодорожники не отвечают. В городской администрации ответа нам пока не дали. В это же время люди продолжают ходить по нелегальному переходу. И даже когда снег растает, пользоваться оборудованным переходом они тоже вряд ли смогут. Говорят, дорога, ведущая к нему темная, фонарей там нет. Но при этом парадокс. Штрафуют родителей школьников, а не тех, кто отвечает за безопасность. Юлия Кучеренко, Владислав Петров, Служба новостей.